Максим неправильно воспользовался информацией, и тогда вот Зульяра Джаба очень злорадствовала по этому поводу. Об этом доложили Шайкевич, Шайкевич нам вставила люлей. Я не очень верю в то, что продюсеры хотели все по-честному. Понятно, а кого ты еще ввел из экстрасенсов лично? Мы с тобой об этом никогда не говорили в предварительной беседе, но еще я ввел Максима Воротникова. И покруче ввел, чем Наталью Воротникову. Просто-напросто уже после победы Натальи Воротниковой, руководитель центра, в открытую мне сказала о том, что постарайся сделать так, чтобы, пожалуйста, сделай так, чтобы Воротников, Максим хотя бы попал в десятку, чтобы он был. Поэтому у нас было вот на этой битве, я ее, с одной стороны, второй сезон называю, с одной стороны, неким, некоторым, неким таким смешным сезоном. Он был какой-то несерьезный для меня и не особо интересный. Вот если первый был он очень интересный, насыщенный событиями и все прочее, второй был не особо интересный. Там была вот эта Валентина Никитенко, которая ничего с собой не представляла, но очень много говорила. Была Зульяра Джабова, которую кто-то тоже вел. И у нас было такое противостояние. И был Максим, которого я вел. Также продумали историю, например, как Максим может по запаху чувствовать что-то, там, события какие-то и все прочее, прочее. Ну, то есть, это была очень такая хорошо продуманная история. К сожалению, Максим не попал в победителя. Потому что в один из моментов... В один из моментов Максим неправильно воспользовался информацией, которую ему предоставил. Это как раз завершает мою карьеру на битве экстрасенсов. Неправильная воспользованная информация завершила мою карьеру на битве экстрасенсов. Потому что в одном испытании Максим рассказал все, что нужно было, все, что требовалось по истории. А перед ним сидело несколько человек. И вот он рассказывал историю из одного человека, который был перед ним. И он рассказал всю историю, все замечательно, все прекрасно. Как у него со здоровьем, как это произошло, что подвело ее к этому и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все прямо там были в ауте. Он рассказал всю историю об этом человеке, который сидит среди 8 или 6 человек. И в завершении нужно было, значит, показать на человека и сказать, вот о ком я, значит, говорю. Этот человек встает и говорит, да, действительно, это я. И он показывает на женщину, говорит, вот это вот эта женщина. Она встает и говорит, а это не я. И, ну, конечно же, у продюсеров, наверное, тоже дважды два сошлось, что как-то человек рассказывает вообще всю историю. Ну, то есть, ясновидит. И вдруг показывает совершенно другого человека. Ну, такого же не может быть. Ты же считываешь, вот я с тобой общаюсь, да, и я экстрасенс, я с тебя считываю информацию. Я же не могу сказать, что, ой, это вот с той девушке, которая рядом сидит информация. То есть, я или с тебя считываю, или я ее не знаю. Как же он так промахнулся-то? Если ты его удел, ты дал ему всю информацию. Вот, вот понимаешь, вот это была лажа вот чистой воды. Это была какая-то случайность, когда человек воспользовался информацией, но... Но мы все пролетели. То есть, в этот момент, видимо, те, кому надо, поняли, что Максим получает информацию извне. Но, соответственно, конечно же, я понимаю, что поняли, что от меня. Потому что меня в какой-то степени отстранили от участия в съемочном процессе. Я мог разрабатывать дальше. Меня оставили на разработке истории. Ну, так завуалированно меня пододвинули. Мне никто не сказал в лоб, так, Олег, мы там что-то там подозреваем. Мы не хотим, чтобы ты находился рядом с экстрасенсом. Поэтому занимайся редакторской работой. Мне никто не сказал в лоб. Но меня отодвинули от съемочной площадки. То есть, я так дальше разрабатывал истории. Я посылал эту историю продюсерам, что она разработана. И дальше уже к съемкам я, в общем, практически не допускался. И вот с этого момента, если Максим шел по восходящей и мог бы быть и победителем и все прочее, раз и схлопнулось. То есть, я не мог предоставить ему историю. Я не был на съемочных площадках. И, в общем-то, мне пришлось, по большому счету, в какой-то момент я даже ушел в отпуск на две недели. И тогда вот Зулияра Джабова, видимо, ей об этом доложили, обо всем. И вот тогда Зулияра Джабова очень-очень злорадствовала по этому поводу. Она злорадствовала по поводу того, что я ушел в отпуск. Она злорадствовала по поводу того, что у Максима показатели упали. Прохождение испытаний. Но все равно она понимала в своем злорадстве, она все равно держала вариант, что Максима могут сделать победителем второй битвы. Потому что, когда снимали финал битвы второго сезона, то Зулияра Джабова подготовила некие плакаты, на которых было написано «Боротников подстава». То есть, если бы Максим вышел с этой рукой, как победители из готического зала, то там бы некие люди подняли бы плакаты, на которых было написано «Максим подстава». Но победителем стало Рожавово. Но при этом с Максимом они, конечно же, не стали сразу любиться и дружиться и все прочее. То есть, дружбы там никакой не было. Но она победила. Но я очень четко могу сказать, что ей информацию сливали, потому что вот ее глупость, вот ее вот эта вот полуцыганская глупость, я вам хотел сказать, она тоже сыграла злую шутку. У меня было одно испытание, очень сильное, очень серьезное. Девочку в пригороде Подмосковья, извините, изнасиловали, убили, чуть ли не расчленили там в каких-то кустах, в елках. Вот, мама очень просила, ну, как бы она реальная история, и мама этой девочки как бы вот меня держала вот так за грудки, когда мы это будем снимать. То есть, прям вот, то есть, я делал вот это вот испытание на второй сезон. И мы вот уже должны были снимать это испытание, вот. И мы звоним экстрасенсов, собираем их на испытание. То есть, вы должны приехать в такое-то время, в такое-то место, да. Отсюда мы их забираем и везем уже в автобусе, например, в Подмосковье, где должны испытания происходить. Мы звоним, это был не только я, нас было трое. Я сейчас не могу сказать точно, кто был в редакторской. Мы звоним Зулья Раджабовой и говорим, Зулья, завтра будет испытание, нужно приехать в такое-то место. И вдруг Зулья по телефону начинает рассказывать эту историю. Я уже вижу, что там елки, что там кровь, что там порванное детское девочке платье. То есть, она прям по телефону нам, мы ее только пригласили на испытание. Она нам уже по телефону рассказала все испытание. И тут тогда тоже стало понятно, что Зулья тоже сливают все испытания. То есть, вот у человека головы хватило, у нее еще никто не спросил. Она просто хотела очень быстро похвастаться, что она такой экстрасенс, что она даже уже знает, чувствует, ясновидит, какое испытание должно будет сниматься. И это испытание во втором сезоне не снимали, потому что об этом доложили Шайкевич. Шайкевич нам вставила люлей. Она напрямую на нас стала говорить, типа, кто слил ей, кто ей рассказал про это. И мы такие сидим и говорим, нет, вот только прям позвонили ей. То есть, она уже до нашего звонка, до съемок испытаний, Зулья уже знала про это испытание. И тогда уже я четко понял, что Зулью тоже уже кто-то ведет. И это испытание было снято со съемок. Я долго извинялся перед матерью, потому что вот, представляете, вся там деревня собирается на завтра на место убийства девочки. А тут звонит некий редактор и говорит, нет, у нас отменяется. Ну, то есть, это было для матери шок. Это испытание снимали в третьем сезоне. Мы его сняли, но в третьем сезоне. Другими экстрасенсами. Другими экстрасенсами, да. Слушай, подожди. То есть, я понимаю, что продюсеры, они сами, ну, как бы, отказывались снимать испытания, когда узнали, что Зулья кто-то. Они пытаются выяснить, кто ей сливал. Вот даже Шайкевич, ты говоришь. Они увольняют, соответственно, редакторов. Не приглашают их на следующие сезоны. Почему они это делают? Что им это дает? Знаешь, у меня две версии. Одна хорошая, другая, наверное, еще лучше. Первая версия – это, что продюсеры, они, наверное, все-таки хотели, чтобы все было по-честному. Поэтому, как бы, редактора менялись, нас там ограничивали и так далее, и так далее, и так далее. Вот, чтобы было все по-честному и чтобы экстрасенсы проходили испытания так, как есть. А вторая версия, наверное, надо вообще-то было все потом в одни руки. Когда это поставили на денежный поток, наверное, надо было это все переводить в одни руки. Ну, как это так? Какой-то там Иванов, Петров или Сидоров получит там 200 или 300 тысяч рублей. Мимо кассы, грубо говоря. Я не очень верю в то, что продюсеры хотели все по-честному, потому что, ну, как-то, если по-честному, это значит, это, в принципе, ничего не будет. Вот, ну, ничего же не будет на экране происходить, по большому счету. Ну, они будут говорить какую-то лажу нести, какую-то фигню будут нести, кто-то что-то во что-то попадать и все прочее. Ну, не будет вот этих красивых планов, слез, биений и все прочее, прочее, прочее. То есть... Но они, получается, снова не могли контролировать до конца все. До конца, конечно, я думаю, что и сейчас ничего до конца не контролируется. Вот. Но они минимизировали вот эту утечку или хотя бы направили это в один карман, потому что, когда стали менять редакторов, то стали появляться родственники тех людей, которые там как-то что-то более значили, например, чем я с улицы. Потому что я просто пришел с улицы, я отработал на себя, и я ушел на улицу, и все. А там, видимо, все это стало как-то минимизироваться или хотя бы сводиться в один карман это все. А там, видимо, все это было.